Он был хорошим тренером. Настолько хорошим, он меня вытащил из сложной ситуации. Виталий Юрьевич был очень хорошим тренером и очень хорошим человеком. Если мы проигрывали, он пытался нас подбадривать. Он мог в любую секунду остановить тренировку, чтобы объяснить каждый момент, чтобы мы лучше играли. Дети, самое дорогое, что у нас есть. Именно так футбольный тренер Виталий Крючков отзывался о своих воспитанниках. Ради своего клуба «Патриот» готов был на все. Разменял большую квартиру на однушку, продал машину и некоторое время даже жил на базе клуба вместе с женой и детьми. Когда Виталий организовал клуб, его целью было не только достижение спортивных результатов. Во главе угла он ставил дружбу и взаимопонимание между воспитанниками. Виталия Юрьевича уже нет у нас два года, но вот его детище, его мотор, скажем так, его сердце, оно в клубе остается и по сей день. И дети это любят и ценят. Второй год подряд на футбольном турнире памяти Виталия Крючкова на стадионе ВРЗ. Юные футболисты борются за победу. Кто достоин золотых медалей на этот раз, оспаривали мальчишки и девчонки шести барнаульских команд. Однако этот турнир все же отличается от других подобных. Мы подведем итоги, выявим лучших игроков по номинациям. Лучший игрок, лучший защитник, лучший нападающий, бомбардир. И, соответственно, у нас первые три команды получат кубки, медали, почетные грамоты. Но все участники турнира, безусловно, останутся с призами. По итогу двухдневных баталий золотые медали завоевали игроки клуба Новосиликатный 2010 года рождения. Серебро досталось сборной команде спортивной школе номер 7 и школе Олимпийского резерва номер 2. И бронзовую награду забрали игроки Патриота 2011 года рождения. Отметим, турнир один из немногих, где спортивные результаты не на первом месте. Главным остается память о добром и настойчивом в достижении своих целей человеке. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.